Добрый день, дорогие друзья! Вы смотрите проект Девишник и мы ее ведущие Гульмиры Мангалеева и Диляра Галеева. Здравствуйте! Сегодня у нас в гостях очень успешные, красивые, умные девушки, женщины. Это Агульта Жибаева и Шоупан Калибаева. Здравствуйте, девочки! Здравствуйте! Для тех, кто, возможно, не знает, Агуль и Шоупан изготавливают кожаные изделия из натуральной кожи под брендом АЭС Лезер. Это ремни, портупеи, ремни харнес. Ремни харнес. Это что? С английского перевода это означает как ремни на тело. Ага, прикольно. Ну, не только портупеи, но и баски. Ну, это в целом все равно ремни. Ремни, да, харнес. Просто виды портупеи, харнес, баски. Это кожаные изделия, аксессуары. Мы знаем, Агуль, что ты раньше делала украшения, тоже ручной работы, да, браслеты, серьги, и они пользуются успехом у девочек. Как вы решили объединиться? Ну, вообще есть какой-то конец к всему, да, то есть интерес, конечно, уже не так, он уже прошел вот этот интерес к этим украшениям. Хотя есть девушки, женщины, да. Они, ну, заказывают, но в основном, конечно, только на заказ пока сейчас работают. А как мы пришли к этому, ну, это все получилось спонтанно, да. Ну, да, спонтанно совершенно. Мы сидели на одном из показей, Казахстан Fashion Week, и на подиуме появились девушки. Они были, на них были тоже мессенджеры, по-моему, ну, необычного такого плана. И, в принципе, нам эта идея понравилась, Агуль, и мы уже начали как-то развивать эту тему. Да, искали, конечно, в интернете очень много информации. Это очень популярно. Да, это популярно в Европе, в Казахстане, конечно, это все еще не было, и мы начали этим заниматься. В России очень, очень хорошая идея. Да. Девочки, как это работать в паре? Вы всегда находите общий язык? Мы с Гуми, допустим, да, у нас бывает истерика. Да, и мы перед съемками начинаем. Ну, как таковы у нас истерика не бывает. Это бывает, что мы более сдержанные девочки, да, и бывают, конечно, споры. Но не без этого. А тем более, когда двое работают, всех есть разный. Да, тандеме, тем более это творческий тандем. Тем более разногласий, конечно, бывает. Но мы, конечно, это все... Стараемся приходить к одному мнению, к консенсенсу. Вот как-то на одной из наших оффлайн-встреч с девочками был такой вопрос. Почему девушки, женщины, враждебно относятся друг к другу? Как вы думаете, с чем это связано? Мне кажется, может быть, это зависть или что-то. Ну, конкуренция может быть какая-то, да? Знаете, честно вам скажу, мне кажется, все-таки, ну, это да, это конкуренция, да? То есть, ну, вот, во мне такого никогда не было. Вот, ни зависти, ни конкуренции. Или, мне кажется, от воспитания зависит все-таки это. Ну, в принципе, если человек, он уверен в себе... Да, это, мне кажется, да, это самооценка, мне кажется, человека. Если она занижена, да, это будет такая вот зависть и сплетни пускают, и еще что-то. А как вы считаете, как с этим бороться? Что вы можете посоветовать девочкам? О, боже мой, то, знаете, бороться с этим, мне кажется, уже никак нельзя. Если это у человека... Да, если он сидит, да, это уже невозможно. А так, мне кажется, это вот со временем, да, проходит, когда взрослеет. Это вот все, вот эта вот зависть, исколки, мне кажется, это вот в девушек, да. Чем они моложе, тем у них вот эта интрига, да. А повзрослеет, конечно, это все переходит на второй план. Ну, мне так кажется, по крайней мере, что... Или появятся мужчины, потому что многие женщины обозленные. Переключаются, да. Да, переключаются, да. В другой объект. Откуда вы берете вдохновение? Отовсюду. Перо, да, музыка, общение, да. Встречи, кстати, да, встречи с студиями. А может быть, костюмы. История, да? История, да. Потому что наши предки тоже носили, вот мы недавно видели в музее Костеева, да, такие ремни, похожие на наши. Удивились, конечно, это очень интересно. Может быть, делать в стиле орнаментов? Нет, это не в стиле даже орнаментов было. Нет, в смысле, наливать, что ли? А на будущее? Ну, допустим, такие вот вырезаны. Ну, это можно, это все можно сделать, да, конечно. Это нужно специально. Вот у меня братишка просто, мой брат, он тоже занимается костюмами, национальными костюмами. Он тоже говорит, что это было у наших предков, носили такие вещи. Ну, и тем более, это про тупе, это амуниции военнослужащих, да, надевая оружие, да. Как это называется? Куда пистолианы вставляют? Карабины, карабины. Нет, не карабины, а посолеты куда вставляются? Кабра, кабра. А, кабра, да. А что вы вообще своей работой несете людям? Ну, мы хотим, да, чтобы люди не стеснялись, были индивидуальными, чтобы были стильными, потому что не каждый имеет смелость взять и надеть такой ремень, а довольно, причем, вы знаете, у нас все-таки менталитет вот наш, не позволяет вот нашим девушкам как-то выделить. А вот Москва в этом плане, конечно, вот, московские девочки, да, они более, да, свободные, они ни в чем себе не отказывают, причем заказывают такие модели, что, ну, то есть, это наши, конечно, мы 150 раз подумали бы, буду носить, а что скажут другие, да, то есть, или еще что-то. Вот, конечно, мы хотим, чтобы были больше стильных, интересных людей, да, то есть. Мы хотим, чтобы из массовности ты выбиралась. А какие сложности на вашем пути встречались? Ну, на начальном это были сложности? Конечно, мне кажется, да, это... Когда ты начинаешь узнавать дело с нуля, это естественно. Тем более, вы знаете, вот, да, тем более кожа для нас, это вот для меня, это, да, вот, я работала с камнями, если там с тканью, да. А кожа, да, а кожа, да, а тут, представляешь, мы резали барана, да, шутка, да, приходилось нам бороться с быками, шутка, конечно. Ну, кожа, конечно, очень капризная материал, работа, конечно, очень сложная, да, да, и для шопан, конечно, это вообще первый опыт, да. А популярность? Ну, тут, знаете, популярность в смысле наша популярность. На начальном этапе. На начальном. Сложно было. Ну, вы знаете, как, у нас на самом деле вот... Ну, были уже, да, свои подписчики. Меня знали, да, какие-то... В инстаграме, в социальных сетях. С шопан. Ну, потихоньку мы начали уже. Ну, наш этот корпоративный аккаунт сейчас уже, он такой живой за два месяца, да, буквально. Да, тем более мы не только с Казахстаном работаем, мы работаем по СМГ. А как вы вообще вместе к этому пришли? Вы познакомились где-то? Аголь, в принципе, мы с Аголь общаемся только... Общались. Общались офлайн, онлайн, вернее. Потом где-то, ну, встречались на каких-то мероприятиях, на каких-то показах. Вот встретились мы на Казахстан, в Ишинлык. Там уже как-то все так спонтанно произошло, да, мы встретились. Мне кажется, знаете, как это... Это, видимо, судьба. Да, и мы почувствовали друг друга, да, что мы... Родственную душу. А так, мы, конечно, мы до этого друг друга не знали, чем занимается шопан. Для меня шопан-то была вообще как-то закрытая тема, то есть я ее вообще не знала. Ну, в смысле, а так вот я знала ее... На лук-ты, занято. Да, в социальных сетях, да, вот есть такая красивая девочка, да, вот она... У нее есть дочь, да, у нее есть муж, да, у нее, да, она модница, пишет посты, да, ну, было же, было, 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 не надо, не надо, да. А мы же меня вас сразу поддержали, когда вы решили объединиться и делать что-то такое нечто уникальное, не сопротивляясь? Ну, я себя поддерживаю, да. Ну, да, в принципе, мы... Вот, за что я люблю своего мужа, это за то, что вот он за 4 года нашей совместной жизни, он никогда мне не скажет... Ну, он воспринимает меня такой, какая есть. То есть никогда мне не скажет ни какого-то грубого слова по поводу того, как я выгляжу, поправилась или похудела, что я надела на себя. Я, в принципе, вот он всегда... Настоящий мужчина. Ну, да, в этом плане, да. Так, да? Вот в этом плане, серьезно, мне повезло, что он... Никогда я не слышала с его стороны какой-то критики. Негативные критики. Не возникали такие вопросы, да, как вы там будете зарабатывать, а если это не пойдет в дело? И так далее. Знаете, у нас не было... У нас... Мы почему-то были уверены, да, что мы заработаем. Мы на самом деле уже в первый же месяц вышли в плюс, и мы как-то в этом плане уже... Не заморачиваемся. Не заморачиваемся, да, в принципе. А с детьми как вы успеваете? Детям хватает? Успеваю. Успеваю. Мне кажется, знаете, от желаний зависит. В первую очередь мы... Если есть желание, можно совместить и семью, и детей, и бизнес. Ну, физический пилот. Ну, устаешь, конечно, да. Да, то есть, ну, тем более в день, сама понимаешь, двое детей, да, хоть один ребенок, хоть и двое, очень много энергии забирает, и силы, и им нужно всегда вот это внимание, да. Да, всегда. Ну, ну, в первую очередь мы, конечно, жены, мамы, но потом уже какие-то... А потом уже, да, это вот то, что мы занимаемся, это уже наша группа. Да, да, если, например, я знаю, что у меня нет никаких на сегодня дел, и я своего ребенка не отвожу в садик, и мы этот день проводим вместе, поэтому... Потому что я очень сильно тоже скучаю по ней, вечером иногда бывает вообще сил не хватает, покушаем, и все, мы можем все... Ну, а если когда есть какие-то срочные встречи, нужно срочно выехать, мужья готовы посидеть с детьми? Ну, да, ну, конечно, мы же семья, но кто-то без семья, да, это же, мне кажется, это, мне кажется, норма, да, то есть то, что муж сидит там с детьми, там, это, в принципе, нормально, да, это нормально, да. Нет, ну, еще спасают наши бабушки Аташки с Апашкой, Абики, у меня у нас интернациональная семья, со стороны мужа у нас Абика, тоже она... С моей стороны Апашка, Аташка, со стороны супруга это Абика, к сожалению, на уйгурском дедушка, я не знаю, как будет... Сейчас я тебе скажу, Бу-ва, а Бу-ва, к сожалению, Бу-ва вот не застал. Много чего знали, видите, как вот, и узнаем, что теперь как Бу-ва, Абика... Муж у меня тоже... Ну, не была, ну, конечно, я с вами... Да, он что-то... Он такой, а вообще-то... Ну, если сейчас Аберу выключит, мы поговорим, мы поговорим, написали. Нет, я имею в виду, что у него Абика, а получается он полу-татарин, полу-уукур. А-а-а, да ты что, у меня муж такой, полу-уукурин. А, да, ну, вот поэтому, что я как бы там Апашка, Аташка, а здесь Абика и на уйгурском... Ну, что такое? Вот так... Сестра! Ну, когда все спрашивают... Жгучая смесь, я говорю, да. У них, кстати, да, дочь у них такая прям... Сразу отличается... Мне тоже мама казалась, что наполнена рука и вот это вот у нас всё... Какие у вас планы на будущее? Есть ещё новые идеи? Идеи, конечно, есть, да. У нас намечается в декабре показ с Агеном. Мы ждём от вас приглашение. Обязательно, да. Напросил. Нет, ну, почему? Всю свою родню поздравлю. Ну, будет список составили, да, татешку там... Ну, вы умницы, конечно, это очень здорово. А что вы посоветует тем девушкам, которые тоже хотят начать свой какой-то бизнес, да, ну, бояться? Не бояться. Ну, не бояться. На самом деле, критика будет всегда. Положительная, отрицательная. У вас тоже была критика? Конечно, конечно. Тем более... А мы сейчас и с этим справились. А мы... Вы знаете... Игнорируете? Нет, что-то игнорируем, когда совсем это всё переходит в грубую форму. А где-то в шутку, например, недавно читали, да, шутку Ильбаева, да, как он написал про икона? Нет. Где-то сделаете БДСМ-штучки. Осталась ли там... То есть... Такая тонкая шутка, да, но она в тему и... Интересно. Не, мы, в принципе, знаем, с чем ассоциируется наше изделие. Поэтому, в принципе, мы адекватно к этому относимся. Мы, как бы, к этому относимся. Самое главное, как ты... С чем ты и как ты преподнесёшь, да. Если ты, извини меня, наденешь там... Наголодила? Нет, ну, хотя наголодила... Хотя тоже варианты. Да, тоже варианты. Да, это красиво. Допустим, я увидела там где-нибудь фотографию, и я могу у вас заказать, допустим, индивидуально, да, эксклюзивно какой-то заказ? Конечно, да. Заказы индивидуально мы принимаем. Да, индивидуально много заказов. То есть я могу приехать к вам, выбрать кожу, цвет, там, ещё что-то там, да, то есть... Выбрать кожу, цвет, ну, без проблем, конечно, да. Мы можем тебе потом посоветовать, что лучше, потому что кожа бывает разная, да. То есть цветная кожа, она мягкая, например. Просто у нас был опыт, да, девочка хотела такую синюю, да, ну, цветную кожу, но на самом деле она обычно перчаточная идёт, такая тоненькая, она не очень подходит для наших изделий. Для наших изделий нужна труба, да. Тосты. Нам... Мы всегда работаем только... Вы прям сами сидите, ручками сидите, всё склеиваете, собираете, да? А мы не клеим. Сами придумывают эскизы, эскизы делаете. Ну, эскизы, конечно, да. Есть стандартные вот портупеи, да, то есть их уже, в принципе, не нужно придумывать, они уже есть на рынке, да. Мы просто делаем её по-своему, то есть где-то добавляем какие-то элементы, да, то есть... Для декора. Для декора, да, и преподносим это вот по-своему уже. То есть вы сами всё это прошиваете, сами всё это... Прошиваем, нет, у нас есть мини-цех, у нас есть мастер, да, кто нам... И, естественно, мы всё не успеваем делать, потому что у нас сейчас на наших плечах больше как административные дела. Это встречи, какие-то переговоры, да, тот же самый пиар, это ведение соцсетей, инстаграм, там, ещё что-то. Поэтому это очень тоже много... Фотосессии, да. Организация фотосессии, поэтому тоже это очень много времени занимает. Уже какие-то технические, ну, процессы, там, на изготовление, мы уже, наверное, потихоньку от этого... Да, отходим. Отходим, потому что... Мы уже выросли. Да, мы можем... Нет, просто... Физически времени нет на это. Да. Потому что это нужно постоянно, это очень много времени занимает. А вы сами носите ваши измели? Обязательно. Ну, мы сегодня... Да, я вот... Короче, почему сегодня вы... Да, ну... Бывает. Бывает такое, что ли? Ну, всегда же, ну, носим очень часто, да. Вы можете посмотреть в инстаграме наши руки. Да, да, да. Здорово. Мы обязательно их покажем в нашей видачке. Да. Машенький. Таких. А кто из знаменитостей покупал у вас портупеи? Это были ваши изделия. Из наших... Из наших... Это популярная телеведущая... Нет, вот из наших казахстанских. У нас, как бы, очень многие уже знаменитости носят наши изделия. Мы были приглашены, вот Сакена были приглашены на e-mail. Мы делали индивидуально для айкена. Для его творчества, ну, для его образа сценического. Здорово. А потом... Я хоть и видела его. Да. Очень много. Очень много. Даже не видно, что это женское изделие. Да, прям... Не обязательно женское. Для меня это ассоциировано как женское... Как это правильно называется? Аксессуар. Аксессуар. Да, женский аксессуар. Да, но мужчине тоже хорошо смотрится. У нас был мальчик, который заказывал на свадьбу и прекрасно смотрелся. У айкена, конечно, аудитория в инстаграме, она была такая вот народная. Его любит в айкен, да? И, естественно, были там отзывы не очень хорошие, да? Почему? Сними это. Хотя это же его сценический образ. Он собирается же в этом ходить на улице. Нет, ну а почему бы и не носить ее? Да. У него красивая фигура, мужественная. И на нем она смотрела, как бы не висела там. Я и говорю, что мальчик у нас заказывал на свадьбу себе. Это тоже... Это же классно. Так раз и выделиться. Он, правда, был в качестве гости, но все равно. Молодец. Еще и в зарубежном вот у нас покупала, приобрела, можно сказать. Популярная телеведущая российская Рена Понарошку. Здорово. Такие в мистике. Рена Понарошку. Один голос. Та самая Рена. Здорово, молодцы. Она в восторге тоже у себя указала в инстаграме, что ей очень понравилось, что... Очень много ответственности. А где можно прийти? Куда можно прийти посмотреть, пощупать, потрогать, примерить, купить? Сейчас можно в магазине LifeTown в Самале, да. Микрорайон в Самале. Торговый центр. Весентай. Весентай. А, Весентай сейчас нет. Мы пока... Ну, планируемся, наверное, в мега-центре еще. Вот планируем, да. Кстати, сейчас ведется переговоры. Ну, вообще, да. Ну, вообще, вот тоже у нас был такой опыт, как Азия Далматова. Вы, наверное, знаете. Да, да. Она тоже очень такая продвинутая в социальных сетях. Девушка. Ее очень многие любят. Кстати, она тоже заинтересовалась нашими изделиями. У нее есть свой шоу-рум. Она недавно выпустила свою коллекцию. Она такая более демократичная по ценовой политике. И, в общем, совместно с Сашей Зверевой, это вот бывшая солистка группы Демо. Да, да, да. У них есть свой шоу-рум. В Инстаграме. В Инстаграме. Ну, шоу-рум, в общем, в Москве. Эти девочки тоже нами заинтересовались. Но, я не знаю, надо говорить, не надо. Да. В общем. Ну, как бы, я вообще почему-то говорю, что нами интересуются. Да. Причем не только наши отечественные. Да. Ну, я думаю, что это прямо на самом деле что-то новое. Это что-то новое. А вы знаете, новое, необычное, оно всегда обсуждается. Да. И плохое, и хорошее. Больно оно, знаете, такое на грани. Да. Или, как, например, просто вот я всегда привожу пример это вот эти ободочки. Это да, это вот на самом деле. Вот это? Ну, это красиво. Ничего не скажешь. А здесь так, либо это пошло, да, либо это, либо это, ну, как бы. Вы знаете, мне кажется, все-таки зависит от человека, как ты преподнесешь это ремень. Если да, если ты, конечно, пошло, ну, как бы. Да, да. То есть вы изначально же это было на одежде, это было на ваших маечках. Я помню, на белой маечке. Нет, сейчас хотя многие дизайнеры надевают их под низ, там, футболок, шифоновых, ну, предлагают вот на показах. Мы часто, ну, видели, что вот под низ одевают. Тоже очень красиво смотрится. Красиво, дерзко, сексуально. Интересно, да. Ну, самое главное, не бояться засняться. На самом деле. А так вот можете посмотреть, да, наши лукбуки на сайте Лук.Т. Вот у нас был репортаж, да, с чем носить вообще эти ремни. То есть мы ей предложили несколько идей, да, как можно о ней носить, чтобы девочки знали. А то, действительно, некоторые девочки, ну, не знают, а как вообще надеть. Да, да, да. То есть, ну, как надеть. Да, да. Здорово. Молодцы. Молодцы, девчонки. Мы желаем вам успехов в дальнейшем. Спасибо. Не останавливайтесь на достигнутом. Пусть все ваши планы воплотятся в реальность. Обязательно придем на ваш показ. Спасибо большое за уделенное время. Что-то новое. Да. Вам спасибо, девочки. Вам тоже успехов. Спасибо. Спасибо. Чтобы были побольше интересных людей. Зовите, да. Спасибо большое. Чтобы аудитория ваша росла. Спасибо. На этом мы с вами попрощаемся. Мы благодарим вагон-ресторан и персонально Самата. Спасибо большое за предоставленное место. И на этом мы с вами прощаемся. До свидания. До свидания.